приветствую с моими друзья и гости канала всем огромнейший привет и знаете что второй раз снимает видеоролик сначала просто записал показывая себя любимого а потом соответственно я понял что мы сейчас будем разговаривать про дома про участки и думаю что не совсем будет уместно не совсем будет красиво не совсем будет правильно именно не показывая вам локацию и тому подобное мы сейчас находимся вами в черешне сейчас мы с вами поговорим про строительство того или иного дома поговорим с чего нужно начать как прийти к той мысли что нужно себе что-либо построить и так далее ну первое ребят когда вы начинаете строить себе дом или строить себе план на дом вам первое что нужно это определиться с бюджетом бюджет на строительство дома бюджет на строительство чего но как-то мне скажет правильно бюджет на строительство именно вашего домика мечты сейчас мы для интереса попробуем позвонить давайте позвонить давайте позвоним 7 7 7 0 5 0 4 извините номер не существует или набрал неправильно ладно не судьба так вот ребят перед тем как начать что-либо строить мы соответственно с вами должны определиться с бюджетом и потом я сейчас вам уже расскажу почему с бюджетом как определяться и что же мы по факту можно получить 100 1004 пожалуйста оставайтесь на линии или перезвоните позже настоящий момент абонент разговаривает сейчас мы развернемся самое обидно что только что помыл машину и теперь давайте попробуем с вами посмотреть что же из такого интересного можно у нас купить так вот ребят первое с чем нужно вам столкнуться это с бюджетом бюджет 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 еще раз бюджет соответственно если вы желаете себе построить домик и при этом вы хотите уложиться в 5 миллионов рублей возьмем с вами более-менее нормальные адекватные цифры потому что большинство из вас я знаю что хотят уложиться в 2 миллиона рублей но 2 миллиона это совсем бред это нужно вот ехать в город Орск и там что-то придумывать а мы давайте попробуем с вами быть более-менее но реалистами примеру вы хотите себе домик там 100 квадратных метров за 5 миллионов рублей с чего нужно начать это нужно определиться что бюджет на участок должен быть у вас полтора но максимум 2 миллиона рублей полтора-два ну не дороже соответственно покупая участок за полтора-два миллиона рублей вот например вот в этом месте вам не получится купить потому что здесь относительно ровная поверхность уже строить тоже относительно недорого и конечно же вот видите вот здесь например вот можно сделать винтовые сваи как сейчас у нас домик показан с правой стороны и построить себе что-то подобное это дома на квадратов 70 не больше это у нас каркасный дом из как вы любите говорить с из ну и палок здесь рядом что монологичный соответственно нужно найти участок участок вам просто так найти не получится по одной простой причине потому что здесь либо все участки находится на горка косогорках которые очень тяжело да вот например вот я даже с левой стороны мы видим с вами домики они утоплены и видно что здесь очень много вложено у нас в том числе в нулевой цикл и вы должны понимать что чем дешевле вы покупаете участок тем дороже получается у нас на этом участке ваше строительство соответственно если вдруг участок ровники если участок более-менее нормальный то за него будут у нас просить ну и скажу такие скажем большие и огромнейшие просто деньги поэтому ребят сразу вам скажу ответить вот такие домики да и эти дома как бы они изначально были недорогие потому что здесь земля стоила там буквально два года назад она почти ничего не стоила по одной простой причине потому что как бы здесь не особо никто не хотел не жить потому что вся инфраструктура находилась у нас непосредственно в районе олимпийского парка ну до олимпийского парка здесь дорога ну так скажу оставляет желать лучшего поэтому 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 здесь земля была дешевле сейчас учитывая что в олимпийском парке ничего не осталось опять же у нас загробастал sirius мы прекрасно с вами понимаем что там ничего у нас не получится по земле приобрести ну и конечно же на этом фоне земля здесь резко резко поднялась цене если раньше здесь земля стоила 200 тысяч рублей за сотку то сейчас 800 рублей за сотку 800 тысяч рублей за сотку если подъездных путей нет да и например миллион миллион весь за сотку если например можно спокойно можно спокойно что-то поставить прямо этот участок с левой стороны которым проезжаем хороший участок он например у нас стоит без малого миллион сто за сотку почему ценник такой высокий да ответ очень прост потому что поворачивая направо мы здесь сразу попадаю с вами в школу школа нормальную хорошую полноценную соответственно соответственно раз есть рядышком школа есть рядышком у нас продуктовый магазин надежда есть автобусная остановка раз из школ значит есть автобус то соответственно автоматически земля даже вот в таком удалении от моря сразу становится выше по цене опять же есть подобие сбербанка ну конечно страшная картина здесь но в целом в целом я думаю что можно рассматривать здесь некоторые участки просто с потрясающим видом на море и на горы некоторые участки просто с видом на горы так вот давайте мы с вами перейдем нужно будет найти участок вот я себе учу участок предел двух миллионов рублей даже вот например в кудепсе нашел за миллион восемьсот я проехался туда потом проехался с с одним из строителей и он не посчитал сколько это будет суть опорные стены сколько будет стоить то сколько будет стоить это и я понял что вложить еще в опорные стены примерно два два с половиной рублей то получается участок уже выходит в минимум в минимум в ну в четыре с половиной пять миллионов за эти деньги лучше поставить участок получше да и уже по ровнее потому что все равно как бы дорога не совсем то который не понравилось да например здесь мы сейчас с вами проезжаем и понимаем что как бы мягко говоря тоже дорога как бы не самая лучшая но здесь хотя бы асфальт и здесь ты хотя бы двигаешься ты понимаешь что это больше похоже не на садоводчество а именно похоже на ну частный сектор да есть страшненькие домики я с вами соглашусь да есть не очень хорошие некоторые расстроения до соглашусь но в целом как бы то чувство что ты не живешь в саду а живешь в городе она тебя не покидает опять же да есть на здесь автобус тоже большой плюс когда мимо твоего дома есть в том числе и общественный транспорт как бы ну вот так соответственно вот здесь с правой стороны мы сейчас с вами увидим небольшие обрывы ребят и это тоже у нас считается участке тяжело проехаться давайте я включу вот смотрите вот здесь тоже это у нас участки и здесь участки продаются само собой разумеешься вот такие на таком склоне построить что-либо будет гораздо тяжелее и гораздо сложнее и само собой разумеешься такие такого рода участки немножко дешевле но строительство обходится в разы в разы в разы еще раз в разы дороже вот я специально хотел вам показать поэтому и съехал и вот здесь в принципе мы можем с вами присмотреть некоторые участки и если более-менее нормальный участок то он уже будет стоить дорого так вот многие из вас смотрят меня и думают но раз максим показывает дом за 7 миллионов рублей с чистовой отделкой значит значит по идее да вот как рассуждать значит по идее я себе смогу построить и дороже ой где дешевле но ребят вы забываете про одну простую вещь что на те дома которые стоят дешевле у нас дал как бы разумные по цене подразумевается то что эти дома покупались ну как бы ой земля под эти домами покупалась ну дешевле 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 чем например как бы сейчас стоит именно поэтому разница в земле дает возможность секундочку разница стоимости земле дает возможность сейчас купить секундочку купить у нас готовый готовый домик дешевле дешевле чем например построить если же например вы найдете землю по такой же цене например как здесь земля приобреталась например крупными участками по 100 тысяч рублей за сотку четыре года назад то конечно получится но а если вдруг покупать из-за расчета миллиона рублей за сотку то соответственно проще купить готовый построенный дом теперь конечно же многие из вас как бы скажут макс давай продолжай так вот все участки которые я находил за 2 миллиона рублей изначально вы сами себя обманываете тем что вы покупаете участок вроде бы дешевле но когда вы начинаете строительство у вас но нулевой цикл может перейти до того как вы начнете возводить стены у вас может перешагнуть спокойно в 7 миллионов рублей это это факт поэтому 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 грамотное решение лучше сразу дать участок более и менее нормальной более менее как бы но земля наверное это самое дорогое что есть в сочи и дороже вы в принципе ничего и не придумайте давайте попробуем с вами сейчас узнать почему у нас участок и в в в в в в в Я думаю, что это, скорее всего, какой-то издреватор раз написал, потому что как можно продать участок, если ты не берешь трубку. Ладно, хотел просто вам прямо сказать, какие цены здесь, чтобы вы там себе не фантазировали, что сможете дешево взять. Опять же, этот район, например, три года назад, я даже его не рассматривал, потому что реально отстойный район, реально здесь не то место, где ты хотел бы построить свой дом, потому что выезд не самый лучший, передвигаться по этим горкам, косогоркам и так далее. И вот, например, видите этот участок. Этот участок у нас сейчас продается, его подготовили. Это большой участок, его выкупили, поделили его на маленькие подучастки и при этом поставили уже, мягко говоря, неадекватный ценник и уже будут продавать. Но участок объективно классный. Единственное, что здесь прям дешево построить не получится, потому что все равно придется делать опорные стены и тому подобное. Так вот, к примеру, нашли вы участок за 2 миллиона рублей. Алло. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Звонили. Я, наверное, звонил по поводу участка, хотел узнать, по чем участок. Да, скорее всего, звонили по поводу. Участок вы где увидели, баннер? На... в Черешне. В Черешне. Это у нас 22 сотки. Ага. По 500 за сотку. А назначение земли? Назначение ЕЖЭС. ЕЖЭС. 22 сотки, да, вы продаете целиком? Ага. А меньше есть участок? Или только 22 сотки? Ну, меньше есть участки, конечно, по 5 миллионам. А меньше участок по чем будет стоить? Ну, так, скажется, на 400-500. Участок там... Я вот только посмотрел, только не сориентировался. А что там... Какой участок, где он там находится? Вот я сейчас катаюсь здесь. Что за участок? Где именно? Какой рельеф там? Я уже забыл, какой мы участок смотрели. Давайте попробуем позвонить еще раз. 500 тысяч за сотку, да. Если 22 сотки брать, то вполне возможно. Но, опять же, да, нужно 11 миллионов вложить. Все из вас хотят потратить на участок сразу 2 миллиона. Найти себе таких же самобутыльников, как вы, но очень тяжело в этом грязном деле. Я уже пробовал, даже мне не получилось с моей базой, как бы большой. У вас, тем более, не получится. Алло, алло. Алло, да, связь перерывается. А какой рельеф там? Какой рельеф? Там разные есть. Есть разные участки. Есть более ровные, есть со склоном. Вот ровно сколько будет стоить? Ровно сколько будет стоить? Ну, вот они будут 400-500 за сутку стоить. Если 500, так там, ну, считайте, это будет где-то 2,5-3 миллиона участки стоить. 2,5-3 миллиона. Ну, без коммуникации, без ничего, да? Все остальное проводить отдельно, да? Ну, да, надо будет. Все, огромное спасибо. Огромное спасибо. Ну, вот, ребят, про что я и говорил, 5 соток, 2,5-3 миллиона рублей, потому что нужно порезать, еще что-нибудь, надо будет посмотреть, там, дорогу выделить и тому подобное. Да, вот в этом бюджете здесь можно подобрать, но я, например, здесь себе бы не хотел ничего покупать. По одной простой причине, ну, потому что все-таки от всего здесь далеко. Как ни крути. Ну, реально далеко. Поэтому давайте продолжим. Ну, вот, к примеру, даже вы смогли найти участок более-менее за 2,5 миллиона рублей. Даже не берем 3, 2,5. Теперь, соответственно, вам нужно будет получить разрешение на строительство либо уведомление, кто бы может по-разному это называется, но скажу одно точно, что и то, и то получить, ну, нелегко в Сочи. В Сочи жесткая бюрократия, ну, как бы каждая госструктура пытается на вас заработать, поэтому имейте в виду, что, ну, будет жесть жестянская. Поэтому, поэтому, поэтому нужно приготовить еще как минимум 100 тысяч рублей. Плюс, соответственно, если вы берете в этом месте, вы еще, помимо всего, должны будете получить разрешение от аэропорта, потому что аэропорт здесь рядышком, и, соответственно, аэропорт, в свою очередь, как бы, входит где-то земля в зону аэропорта, и от них тоже нужно будет получить разрешение. Учитывая, что здесь не так далеко абхазская граница с Абхазией, то вполне возможно, что с какого-то переплека вам могут еще сказать, что надо будет еще разрешение от пограничников. Самое интересное, что, когда вы приходите, разрешение брать с аэропорта или у пограничников, те включают дурака и не поймут, что вы от них хотите, что вы от них желаете. Ну, вот как бы так. Следующий момент, это, конечно же, само строительство. Ладно, если повезло с участками, участок оказался земле более-менее нормальный, не нужно тратить на опорные стены, то, в принципе, выйдет не так дорого. Но, опять же, что самое дорогое в Сочи? Самое дорогое, это, конечно же, ноль. Это у нас не получится, например, то у нас приезжают фантазеры с Саратова, с Челябинска, с Екатеринбурга, с Орска и так далее, которые думают, что они сделают ленточный фундамент, и на этом все, и построят домик непонятно из чего. Любой дом, который вы будете строить в Сочи, чтобы потом у вас ввести его в эксплуатацию, будет, скорее всего, экспертиза, если что будет, пойдет не так, вам просто-напросто этот дом не примут. Вам в любом случае надо будет, как минимум, как минимум, это, чтобы у вас были сваи. Соответственно, если вы берете и строите дом нормальный, какой-нибудь из той категории, что дом должен быть, например, на тех же самых, ну, например, хотя бы из газоблока, то, как минимум, вам придется, как минимум, придется брить сваи. Сваи, это не просто там углубление на 1-2 метра, это у нас бурение до твердого слоя, до скалы, до аргилита. Соответственно, где-то это может быть 2 метра, где-то может быть 3 метра, а где-то может быть и 16 метров. Даже на одном участке одна свая может уйти на 8 метров, другая может на 12 уйти, другая на 6 метров. Все зависит от того, какой вы участок себе купили. И все будет зависеть от того, что вы пытаетесь себе построить. Соответственно, это работа та, которую вам придется нанимать и которую делать. Если сваи, например, не глубоко, то стоит работать 2-2,5 тысячи рублей за метр. Если, например, чем глубже сваи уходят, тем дороже обходится вам бурение. Поэтому тоже нужно это иметь в виду. Поэтому, когда вы покупаете участок, не забудьте сначала сделать геологию, чтобы посмотреть, где находится твердый слой аргилита, где находится скала и с чем это все едят. Как бы это так. Вот, например, вот в этом месте я недавно показывал дом, который продается за 7,5 миллионов рублей. Вот они, красивые ворота. И дом уже в предшествовой отделке, дом, в принципе, уже полностью готов. И все посмотрели, там, блин, 150 квадратных метров, 7,5 миллионов рублей. Блин, прикольно, круто. Как бы, значит, мы сможем построить дешевле. Нет, ребят, вы не сможете построить. Эти собственники брали землю по 100 тысяч рублей за сотку. Сейчас, даже если мы возьмем с вами минимальную стоимость 500 тысяч рублей за сотку, то уже, как бы, вы уже переплачиваете определенную сумму. Хотя, вот, например, да, дом вроде бы на уровне поверхности, но с одной стороны опорная стена сделана, с другой стороны опорная стена. И вот, посмотрите, как нужно строить в Сочи. Вот у нас, например, это удешевленная технология. Сначала выкладывается из блока, потом уже делается сейсмопояс. Вот, видите, да, вот с левой стороны дом строится именно так. Просто, например, без сейсмопояса вам не получится построить дом, да он, скорее всего, у вас развалится, потому что здесь у нас идет зона сейсмическая, и частенько здесь у нас трясет. Вот данный домик зелененький стоит 8 миллионов рублей. Вот 8. Его построили, в принципе, то же самое, как бы сделали вот эти опорки, да, вот если кто-то думает, там, дорого продают, посмотрите, сколько здесь сделано опорка, в том числе и для оборот, и тем самым уже ты понимаешь, что, в принципе, уже не так уж и дорого. Учитывая, что здесь жильцы сами протащили свет, здесь света не было, протащили здесь воду, все сделали, это тоже идет все удорожание. Потому что, покупая участок, если там есть какие-то коммуникации, вы за них в любом случае будете платить, самое интересное, что, например, наличие такой газовой трубы не означает, что, например, врезка у вас будет стоить, там, 50-100 тысяч рублей. Это говорит о том, что есть газ рядышком с участком. Но, ну-ка, ребят. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Почему у вас земля? Ну, смотря, как, как посматривать, есть 5 соток за 2 миллиона, есть там же 5 соток за 2,5 миллиона, есть на первом, у меня 10 соток, там чуть подороже будет, вот, вот, смотрите, 10 соток, которые вот я смотрю, вот где у нас зеленый... 10 соток, вот, смотрите, там просто 20 общее, вот 15 осталось, смотря, как будете брать. Здесь можно 10 за 4, можно 10 за... 3 500. А этот, который с видом на аэропорт, правильно? С видом на аэропорт. А, нет, с видом на аэропорт это 10 соток, не, 4 500. С видом на аэропорт 4 500, 10 соток, да? Да. Да, да, да. А назначение земли какое? ЛПХ. ЛПХ. Да, ну, это то же самое, что, блин, что это то же самое, что, ну, ну, то есть, это ИЖС там вообще нет проблем, ты можно за разрешение берешь и строишься. Угу. Постройки, вид, красивый владец, можно, ну, дорога 6,5 метров, золь участка, можно разделить его как угодно. Дышим и... Понял, спасибо большое. Спасибо. Угу. Позвонил, спасибо. Угу. Ну, вот, да, 500 тысяч рублей за сотку, в принципе, вот здесь вот, ребят, поэтому 4,5 миллиона рублей за 10 соток. Если, например, что-то там придумывать, ну, кстати, вот эти еще более-менее себе взял бы, более-менее, кроме вот этого подъездного пути, все равно многие из вас хотят купить землю, чтобы это было в коттедже-поселке, а не вот в такой локации, где, не знаю, где там страшно даже представить, как здесь все люди живут. Но, еще раз повторюсь, наличие, 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 наличие всех коммуникаций вот рядышком, это не означает, что вам они обойдутся дешево. Это говорит о том, что, скорее всего, как бы, есть возможность подключения. Например, вот у меня есть Олег, застройщик, говорит, вот тут труба, говорит, в Бестужевке, просто, говорит, торчит, все, вроде бы кажется, там, подключайся и все. А в итоге ему сказали, что бесплатно, как бы относительно бесплатно, он может подключиться только через 7 лет, а если нужен газ здесь сейчас, то вот, через соседа подключайся и все. А сосед с него срубил, хотя у нас Олег, это прожоннейший, прожоннейший амич, которого замучаешься разводить, сам кого хочешь разведет, он нормальный такой, знает все, как бы грамотный, всю жизнь в стройке все. Ну и вот ему пришлось отдать полтора миллиона рублей только за газ. Полтора миллиона рублей. Хотя газовая труба, у него вот этот аппендикс торчал прям непосредственно, прям вот, прям, прям вот перед ним торчал. Как бы так, ребят. Поэтому тоже нужно сразу заложить деньги на коммуникации. И, как говорят опытные строители, лучше на коммуникации, это на воду, на электричество и если нужен газ, закладывать не менее одного миллиона рублей. Не менее одного миллиона. Ну вот, как бы, как бы, как бы так. Следующий момент, это, конечно же, ну, разрешение получили, там, 100 тысяч отдали, нашли кому отдать, начали, встроить. Самое печальное, вот, во всем, во всем это строительстве, что, здесь часто со стройкой кидает. Вот, например, у меня есть Олег, американец. И он, например, его уже пару раз кидали, он уже проклял 50 раз все, понял, проклял 50 раз все, что он, как бы, начал строительство и так далее. потому что, ну, потому что, как бы, говорится, что непорядочное и так далее. Да, конечно, как мы сейчас проехали, с левой стороны можно построить такой домик с очень тонкими, тонкими перекрытиями и тому подобное. Но, ребят, как бы, ну, не знаю, до поры до времени. По поводу домов, которые разваливаются, я этих домов встречал в Сочи очень-очень-очень много и ничего хорошего, конечно же, не получается. Теперь, что касается у нас сама стройка, да, есть те работы, это как бурение, это как то же самое, ну, как бы, опорные стены, потому что они все делают через сваи. Это та работа, которую вы не сможете сделать. Например, если мы бы захотели построить дом в Орске, да, я бы взял бы, например, свой выходной, лопату бы и спокойно бы там выкопал бы место для фундамента, как бы, там, ну, не знаю, сколько там, ну, метр там глубиной, хватило бы за глаза один метр и все. И был бы, наверное, самый счастливый и смог бы сделать. То здесь такого не получится. Если мы придем, в любом случае придется нанимать буровую машину. Учитывая, что очень много здесь нужно будет бетона, очень много бетона, в отличие, например, от Орска, где там, в принципе, бетон используется в одном случае, это просто там, не знаю, перемешку там с камнем сделать, сделать фундамент ленточный, то здесь придется и на стены, и на опорные стены, и на сейсмопоисе и так далее, вам придется все-таки нанимать машину, бетонной ввоз, наверное, бетонную вешалку, потому что сами вы там с маленькой этой фигней, да, или, например, старым бетонским способом, там, сеять песок и тому подобное, это еще дороже выедет, придется все это делать. Что касается участка, участок разровнять, более-менее, привести в порядок, обходится от 30 до 50 тысяч рублей, более-менее, что сделать, именно востолько оценивают себя здесь экскаваторщики и так далее, и вперед и с песней. Сейчас мы с вами еще пройдем в одно интересное место, покажу, что такое строить на склоне, покажу, что такое перепады, покажу особенности того или иного строительства, чтобы у вас уже в голове появилась какая-то картинка мира. Следующий момент, когда вы построили дом, соответственно, если вы вдруг себе нафантазировали, что вы дома сможете уложиться в 5 миллионов рублей, то в процессе стройки ваши аппетиты 100% будут расти и спокойно планируйте свой бюджет в 3 раза. Умножайте. Вот все, что вы планируете, например, уложиться в 5 миллионов, вы как бы сможете уложить в 15-ку. По одной простой причине, потому что даже с ремонтом квартиры не всегда получается уложиться в тот бюджет, который вы захотели бы. Даже с покупкой той или иной недвижимости не получается всегда уложиться. Даже с покупкой автомобиля. Всегда хороший автомобиль тот, на который немножко не хватает денег. Всегда хорошая квартира та, на которую немножко не хватает денег. Всегда участок хороший тот, который чуть-чуть прям подороже, который выбивается с вашего бюджета. Именно поэтому все, что вы себе запланировали, скорее всего и участок возьмете чуть подороже, когда досмотрите мое видео и самое печальное, это проверить историю участка, это отдельная каста, потому что многие участки, например находятся, например, целиком 20 соток, к примеру, размежевали его на 5 соток, да, к примеру и, соответственно размежевать получилось, да, вроде кадастровые получили выписку новую и так далее но нужно всегда искать глубину, нужно смотреть историю по данному участку как он продавался кому он продавался кто был собственник, сколько человек и так далее, 80% участков, которые продаются в Сочи, это проблемные участки где всплывает очень много всего интересного, где в последующем вы можете в свою очередь встрять, где может один из собственников подать на вас в суд и так далее далеко ходить не будем у меня есть подписчица, которая выбирает квартиру и она рассказала, что в Николаевске, это прямо рядышком с Олимпийским парком это дом моря 50 метров в свое время они на организацию этого периода Олимпиады приобрели себе ой, не туда поехал приобрели себе дом на законных основаниях купили все как положено на организацию за бешеные деньги там, чтобы понимали там 75 миллионов рублей и спустя три года собственник дома подает в суд якобы якобы договаривались расчет по курсу доллара рассчитались не по курсу доллара и в общем сейчас продавец хочет признать сделку фиктивной и соответственно все пустить вспять потому что он сейчас понимает что эта земля стоит в разы дороже и все и под каким-то предлогом пытается расторгнуть сделку расторгнуть договор самое интересное ребят вот самое интересное что что уже один суд собственно который купил на законных основаниях купил себе дом да эта организация они уже один суд проиграли и у нас суд на стороне продавца а это значит что вполне возможно что они могут лишиться дома они попросили меня если что снять сюжет само собой я сниму сюжет само собой разумеешься вот так бывает само собой разумеющийся я в свою очередь сейчас секундочку включу камеру потому что здесь такой перепад у нас прикольный сначала разберусь а то может быть немножко продавец привирает может действительно обманул и я конечно же сниму посмотрим что же у нас получится с участками все гораздо хуже тот момент когда обычно начинает подавать в суд или еще что-нибудь обращаться тогда когда вы уже построили то или иное строение когда у вас уже других вариантов нет как договариваться и таких вариантов в Сочи вот именно такого плана обмана очень-очень-очень много вроде бы купил участок построил на законных основаниях себе домик какая прикольная собачка построил себе дом а потом раз и выясняется что оказывается участок не имели права продавать то оказывается это вот смотрите вот здесь у нас тоже дома находятся на склоне вот чтобы этот домик сделать пришлось смотрите ребят чтобы вы понимали вот так вот сделать опорную стену вы видите сколько здесь сколько это опорная стена можно было спокойно пару домов построить сзади тоже пришлось сделать опорную стену пришлось землю с одного места Вытащить Другое место привезти И вот, например, домик Мало того, что земля Здесь была не дешевая Так вот, чтобы построить дом Чтобы он получился ровненько Хорошо и прекрасно Посмотрите масштаб трагедии Посмотрите, сколько ушло Сколько ушло на опорки Опорные стены здесь Стоят безумных денег Чтобы вы понимали, опорные стены Обходятся здесь Минимум Как бы под каждым домом Здесь похоронено по 5-7 миллионов Потому что здесь тоже Здесь был другой участок И вы видите, да Вот они землю вывозят, привозят Здесь, соответственно, опорные стены делают Чтобы в свою очередь у нас ничего И никуда не сползло Вот как бы так Ладно, здесь это коттеджный поселок Это есть свои плюсы Здесь, видите, у нас сделали зону барбекю Какая красивая собака Сделали зону барбекю И тем самым что-то получилось сделать Более-менее облагородить Но, опять же Повторюсь Когда ты делаешь оптом У тебя и цены другие И все остальное Вот в этом месте Например, если кто-то захочет Взять себе землю Да, в коттеджном поселке И построить То 5 соток здесь обходится В 7,5 миллионов рублей Вот именно здесь Потому что здесь протянули газ Протянули свет Как я ненавижу Этот спуск Все Блин, камера нужна Тут 100% нужна Ну и, соответственно Вот как бы что имеем, то имеем Само собой, разумеется Здесь можно построить дом Как мы с вами сейчас видим Жилой комплекс Называется ЖК на зеленой И тот случай Когда ты с пятого этажа Видишь опорную стену Ребят Потому что Сочи Весь Находится На горах Косогорах Поэтому тоже Нужно иметь ввиду Что Как бы Вполне возможно Что вы можете купить себе участок И у вас Вид будет Одной из стен На Ой С одних из окон Будет вид на Понятно Непонятно На что Давайте дальше Немножко проедемся Тоже еще кое-что Вам покажу Поэтому Само собой Разумеется Когда вы выбираете участок Чем дешевле Взяли участок Тем дороже Вы из строительства И как мы с вами посмотрели Даже в Черешне Да Как бы это не самый лучший район А если брать Золотой гребешок Там уже миллион рублей За сотку Черешня Как бы это Пока считается Один из самых дешевых районов То Нужно ориентироваться Миллион Ой Нужно ориентироваться Пятьсот тысяч рублей За сотку Соответственно Если более-менее Нормальный участок По закону Полосить Более-менее Нормальные участки Они продаются Там по десять соток Они стоят Уже пять миллионов рублей Единственное Что можно взять На двоих Но опять же Еще раз повторюсь Судя по тому Что Участок был Отмежован Был изначально Двадцать соток Уже Я бы пятьдесят раз Перепроверил бы Потому что По сути Знаете Когда ты получаешь Новые документы Везде Этот участок Бьется нормально По всем выпискам Но когда ты начинаешь Копать историю На каком основании Размежевали И тому подобное Там может оказаться Целая куча собственников Или еще что-нибудь В общем Такие махинации Проделывают И потом Это Прямо в тренде Когда вы уже Что-либо себе построили Когда у вас уже Других вариантов нет Когда вы взяли На этом участке У тебя строили Хороший домик Его просто берут И подают в суд Что признать Сделку фиктивной Вас могут спокойно Отобрать Землю На законных основаниях Еще и заставят Чтобы вы Демонтировали Своё строение Вполне возможно Вам Отдадут Деньги За участок Ну сто процентов Почему там купили Но факт то Что вы там Целую кучу Потратили денег На подъездные пути Еще что-нибудь И вот по моей практике Тоже общаясь Застройщиками Никто ни разу Не отсудил Эту компенсацию Когда он потратил Те или иные деньги На Вот Именно на Как бы на то Чтобы привести До логического завершения Понимаете Как бы Такое еще ни разу В практике не было Вот Когда забирают участки Такое в практике есть А вот например Когда возвращают вам Эти деньги То такого нет Ну и соответственно Что мы получаем По большому счету Вполне возможно Теоретически Что вы можете Купить себе Землю За 2 миллиона рублей Например В Кудепсе Вот я смотрел Содоводчество За 1 миллион 800 6 соток Но полезных Содок Которые вы можете Использовать Всего лишь Только 2 Остальное Это по сути Получается Ну как бы Это овраг Продается овраг Полезность земли 2 миллиона Ой Полезность земли 2 сотки Где что-то можно сделать Если там участок Довести до логического завершения То себестоимость участка Будет миллионов 6-7 Но за эти деньги Уже не интересно За эти деньги Уже люди Предпочитают Купить Где-нибудь В коттеджном поселке И так далее Сейчас мы едем с вами В районе Который называется Молдовка Молдовка у нас Я бы не сказал Что хуже Черешня Здесь Так же как в Черешне Есть школа Так же как и в Черешне Есть Детский сад Здесь добавляется рынок Здесь так же Есть автобусы Ну сейчас Просто покажу вам Особенности строительства Особенности Как строится На что уходят деньги И что по факту Получается Я думаю Вам будет интересно Все это посмотреть Ну и кстати Земля здесь тоже Не дешевая Та земля Которая нормальная Безопасная Она стоит денег А та земля Которая Как бы С определенной долей риска Например Здесь я знаю Один участок Который уже Четыре года Оформляется 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 И так до сих пор Не может оформиться Сейчас будем Его проезжать Я чуть-чуть Здесь себе Не купил участок Вот чуть-чуть Не купил Но оказалось Не так все легко Как хотелось бы Вот у нас Вот этот участок Начинается Большой участок Никто здесь еще Ничего за эти Четыре года Не построил Слава Богу Что одному из клиентов Я продал Квартиру Блинова И он там живет Потому что Замучился бы Ждать Вот это все поле До сих пор Никаких телодвижений Никаких неразрешений Ничего Не получено Ну вот как бы так Ребят О, Мерседес Справа Вружнем Из вращуги Едем с вами дальше Покажу вам Кое-что Не знаю Там камер Хватит Или не хватит Покажу вам Особенность Ну и соответственно Строительство Строительство Еще раз Строительство И хорошо Если вы попадете На нормального Грамотного прораба Ну а если вы попадете На непонятно кого На какого-нибудь Разводила То кирдык Вы вас кинут Как Олега Американца Потом вы там Будете проклинать всех Проклинать Этот прекрасный Город Сочи За то что вы сюда Приехали Будете Не совсем Хорошо думать О всех жителях Все жители Козлы и придурки И вроде бы Взял участок Себе дешево Да В хосте За 2,5 миллиона рублей Но себестоимость Участка Чтобы начать строиться Обошлось 7,5 Планировал построить Себе дом За полгода В итоге Прошло уже 2 года И финиша Там даже И не видно Финиш там даже И не чувствуется Ребят Вот как бы Такая суровая правда Поэтому конечно же Иногда проще Купить уже Готовый домик Потому что Еще раз повторюсь Некоторые дома Действительно Сейчас продаются Дешевле Чем например Аналогичные 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 Стройки И тому подобное Ну и вот Мы с вами Сейчас Доехали До одного Интересного места Надеюсь Что камера Не разрядилась Просто надеюсь Обидно будет И вот здесь Мы с вами Видим коттедж Стройки У нас Такого рода Сделано Ну посмотрите Да Здесь конечно же Жесть Шестянская Здесь мы с вами Видим вот такое Непонятное Вот это строение Мы видим с вами Все здесь В опорных стенах Все сделано Непонятно как Непонятно что И действительно Как бы Это стоит Огромных Огромных денег Чтобы построить Хотя бы Хотя бы так Чтобы хотя бы так Построить Это действительно Нужно много Энергии Нужно много сил Ладно когда Получается Что-либо Обыграть А когда не Получается Это просто Жесть И в таком Коттедж-боселке Можно купить Домик 140 квадратных Метров Всего лишь Ребят За сколько Ну-ка Да За 6,5 миллионов Рублей Но Сами себе Я сомневаюсь Что если возьмете Какого-нибудь Типа такого участка Вот видите Какие там Мощные Опорные стены Все Я думаю Что у вас Не получится Здесь построить Дешевле Но за счет того Что Застройщик Берет Количество За счет этого И получается Получается Как бы Ну вот Дом Купить За 6,5 миллионов Рублей Ну вот Как бы так Ребят Показал вам Небольшую Экскурсию Особенность У нас Особенность У нас Интересная Ну давай 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 Еще На встречку Выехал Это Особенно Это Местный Менталитет Поэтому Задолбали Уже Все Я же Уже Задолбался Всем уступать Это Есть Такая Особенность Особенность Поэтому Там Где У нас Нормальные Подъездные Пути Хорошие Это К примеру Я Например Как вариант Мне нравится КП Воскогорный Вот В этом Есть Ценность В этом Есть Ценность Ну как бы так Ребят Все На этом Мы с вами Будем Заканчивать Наш Творческий Разговор Про Про строительство Дома Прекрасно Понимаю Что у каждого Из вас Есть Желание Купить За 5 Миллионов Точнее В 5 Миллионов Уложиться В 5 В 3 Миллиона Уложиться Дом Потому что На квартиру Вам не хватает Но Ребят Как показывает Практика В 5 Миллионов Вы не уложитесь Если Вы берете Отдельно Стоящий Один Домик Участок И все Остальное Вы так же Не будете Строить Ребят Вот Вы так же Не будете Строить То Нужно Как минимум Как минимум Взложить Сцену В 2 А может даже В 3 раза Больше Потому что Когда строишь Для себя Стараешь Что там Не можешь Что там Что там Я еще ни разу Не видел дом Чтобы дом Построился По проекту И не было Никаких отступов Всегда В процессе стройки Что-либо Придумывают И начинают Колхозить Что-то там Начинают Придумывать Достраивать Отстраивать И так далее Поэтому Как бы Стройка Как правило Обходится В разы Дороже Чем Например Купить Иногда Готовый дом И самое интересное Что когда вы Строите Не факт То Что вы построите Именно то К чему вы стремились К чему вы хотели Прийти Иногда Готовые Построенные Дома На голову Лучшие По ремонту И по Расположению Чем то Что вы там Себе Непонятно Где Нафантазировали Ну а теперь Ребят Всем пока Всем спасибо За просмотр Если вдруг Видеоролик Был для вас Полезен Прожимайте Жирнейший Мегалайк Мы поехали С вами Дальше Пока Пока